Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Сегодня мы находимся на территории инфекционного отделения Одинцовской областной больницы. В преддверии празднования дня медицинского работника встретились с заведующим инфекционным отделением Светлана Ильинична Кьян. Здравствуйте, Светлана Ильинична. Безусловно, пандемия вас встретила. Вы были на передовой, вы были первые, кто встретился лицом к лицу с пандемией, с коронавирусом, ваш коллектив. Безусловно, каждый из вас для нас – это герои. Эти два с половиной месяца вы боролись за жизни людей каждый день, практически 24 часа 7 дней в неделю, без сна, без отдыха, без нормального обеда. Мы бывали неоднократно и в вашем отделении, и снимали благодарных пациентов, которые вылечились после коронавируса. И, конечно же, хотелось вот сегодня, в преддверии этого праздника, вот поговорить, и хотелось бы услышать от вас рассказ о людях, которые действительно положили все свои силы на то, чтобы спасти других людей. Вы знаете, слово герои для нас как-то необычное слово, потому что мы делаем свою работу, мы работаем и лечим людей. Это наша действительно работа, это наша инфекция, которая для нас была совершенно незнакома. Мы, честно говоря, готовились к этой инфекции еще заранее. Мы читали очень много литературы, переводили статьи по китайским методическим рекомендациям, по американским методическим рекомендациям. Мы были, в принципе, теоретически готовы. То есть уже когда вспышка началась в конце 2019 года в Китае, в принципе, вы понимали, что рано или поздно придется столкнуться лицом к лицу с этой инфекцией? Да, она придет к нам. И она действительно к нам пришла, и мы действительно оказались первыми, которые принимали этих пациентов. Эти пациенты – это те люди, которые отдыхали, приехали из Куршавеля, отдыхали там, и потом через некоторое время они оказались у нас. Мы начинали лечить эту пневмонию, ну как пневмонию, да? Потом мы поняли, что это не обычная пневмония, это не та пневмония, которую мы привыкли лечить. Это не бактериальная пневмония, это вирусная пневмония. Вирусные пневмонии мы тоже лечили, но это не совсем та обычная пневмония. Ведь здесь мы это увидели, что протекает какой рви, а потом вдруг внезапно у человека появляется одышка и теряется сатурация. И вот тогда начинается страх за жизнь этого больного. Я хочу сказать о своем отделении, о своих врачах. У нас их 8 человек. Три – это ветераны, которые давно очень работают в инфекционном отделении. Это Третьякова Татьяна Сергеевна, это Сенцова Надежда Георгиевна, это Антонова Надежда Михайловна. И 5 человек – это молодых врачей, которые пришли к нам 5 лет назад. Это Кристина Игоревна Драганова, которые пришли 7-8 месяцев назад. Это Макеева Лариса Викторовна, которая пришла год назад. Это колледжан Леонора Суренуна. Это врачи, которые на моих глазах, это молодые те студенты, они за это время выросли как настоящие врачи. То есть это была хорошая школа? Это была хорошая школа, потому что, ну, Литвинов Александр Анатольевич, он у нас работал, работал, я не могу сказать, что это молодой врач, у него стаж большой. Вот, он действительно очень умный, вот его все называют героем, это действительно так. На время больничного листа он заменил, это был самый тяжелый период, он заменил меня, потому что я подумала… Вы тоже заболели? Да, я тоже заболели. Одной, кстати, одной из первых, Светлана Ильинична. Да, я заболела одной из первых. Но вы сразу поняли, что это ковид, или все-таки вот была надежда на то, что это, ну, обычный… Нет, я сразу поняла, что это ковид, и я лечилась дома, амбулаторно, поэтому, конечно, мне было плохо, я это испытывала на себе. Вот, я лечилась самостоятельно, ну, и, в принципе, через эти дни я прошла это все, скажем так. То есть вы, знаете, уже вот весь этот процесс не только со стороны, безусловно, врача, специалиста, а и со стороны пациента в том числе, то есть вам, как никому другому, понятно, что испытывает пациент. Честно могу сказать, я очень боялась, если я заболею, у меня были истерики, я истерила, что вдруг я заболею со своими заболеваниями. Ну, оказалось, то, что я вылечила сама себя, вот, то, что мне помогли, мне привезли кислородный концентратор, я дышала кислородом, в общем, ну, так скажем, вылечилась. Вот, и на время моего больничного листа, я была в месяц, то есть две недели я болела, две недели я восстанавливалась, на время больничного листа заменил меня Александр Анатольевич Литвинов. Вот, я очень рада, что этот человек работает в нашем отделении, он единственный мужчина в нашем отделении. Вот, я, почему я рада? Потому что это умный, рассудительный. Мы с ним очень много обсуждали первых пациентов, по существу мы с ним вывели свою схему, мы читали очень много, мы не спали ночами, вот. Вот, он мне кидал информацию, я ему кидала, потом мы это все обсуждали, ну, помимо того, что мы с ним обсуждали, мы ее еще обсуждали, мы все обсуждали с врачами. То есть мы были готовы теоретически к этой инфекции. И вот, когда к нам поступил пациент, мы тогда, мы понимали, что он тяжелый, он тяжелый, и я изначально была против аппарата ФВЛ, вот, и до сих пор мы стараемся больных именно вытягивать, так скажем, да, чтобы они у нас выздоравливались здесь, в отделении. Вот, я не потому что там, я не доверяю своим коллегам или аниматологам, нет. Ну, для нас, во-первых, это опыт, мы уже видим, как больные из тяжелых, из крайне тяжелых, переходят в разряд средней тяжести, а затем уже в легких, и затем уже в выпуски. Вы знаете, это всегда очень, это, ты получаешь такой адреналин, когда ты вот, ты видишь, что он тяжелый, ситуация низкая, 74, вот, поступал на молодой человек, и когда мы видим, что мы его вытягиваем, ночами мы все не спим, мы все сопереживаем, мы звоним друг другу, мы интересуемся, как наш больной, независимо, выходные, ночь, не ночь, то есть, понимаете, что мне нравится в моих врачах, в моих коллегах, это сопереживание. Я всегда своих врачей учу, как бы тебя не разбирал, не раздирала душа страх, как бы тебя не разбирал страх в душе, никогда не смей показать в глазах, что ты чего-то боишься, потому что паника у пациента очень большая, мы это видим, страх, страх смерти, мы это видим в их глазах, и если еще врач покажет свой страх, то тогда у пациента не будет никакой надежды. Но все-таки вот у ваших врачей вам удалось, как руководителю, настроить людей на правильный лад, потому что ведь далеко не все, ну, мы видим в стране примеры, когда вот смогли врачи действительно совладать собственными страхами, ведь, безусловно, они понимали, что рано или поздно каждый из них переболеет, более того, переболеют их семьи, и вот это ведь накладывается, да? Но с другой стороны, ты ведь врач, ты ведь давал клятву, и твоя работа спасать жизни других. Вы знаете, у нас Татьяна Сергеевна Дритякова, она работает, ну, скажем так, возраст 65+. И когда началась, у нас появился этот больной, когда начались поступления этих пациентов, то я решила немножечко ее поберечь. Я ей сказала, Татьяна Сергеевна, оставайтесь, работайте с документацией, печатайте там выписки, дневники, документация работа. Она согласилась. Прошло два дня. Вдруг я смотрю, Татьяна Сергеевна одевает этот костюм защитный и собирается этим больно. Я спрашиваю, вы куда? Она говорит, я тоже пойду. Я тоже пойду. Я все идут. А я что, должна в стороне быть? Понимаете, вот именно, ну, сплоченность коллектива, да, вера в свою профессию, наверное, да, вот. Вот. Сопереживание с пациентами, сейчас она работает, работает, ведет больных, замечательно работает. То есть нет никакого страха, нет никакого о том, что она заболеет, о том, что, вот, конечно, я на них смотрю, думаю, Господи, упаси Господь, потому что мы не знаем, как поведет себя эта инфекция, как вообще каждый человек может перенести эту инфекцию. Потому что смотришь, молодой, да, вот он сегодня поступает, у него температура на компьютерной термографии ничего нет. Через день мы делаем компьютерное исследование, у него первая степень. И буквально сразу начинается такой шторм, одышка, человеку становится плохо. Понимаете? И когда это все видишь, все это наглядно видишь, вот тут становится страшно за них, как они это все перенесут. Ну, они у меня молодцы, молодцы. Молодые врачи, они моментально все схватывают. У нас проводятся занятия, мы с ними все обсуждаем, какие-то теоретические знания, какие-то эти практические навыки. То есть вот это все обсуждается на пяти минутках. Я хочу сказать о своих сестрах, о своих медицинских сестрах. Ну, наверное, таких сестер, как у нас, наверное, нигде нет. Давайте честно, у вас, в общем, образцовое отделение, это действительно так. И до пандемии, безусловно, вот инфекционное отделение Одинцовской областной больницы уже на протяжении вот последних лет, но оно действительно лучше, ну, что греха таить. Ну, да. Это очень приятно. Как минимум на нашей территории, в ближайших территориях это действительно так. И именно поэтому ведь в Одинцовский округ везли и сюда привозили именно тяжелых пациентов, понимая, что здесь есть команда врачей, которые действительно могут, ну, и есть шанс у пациента выжить, выздороветь и вернуться к нормальной жизни. То есть могут поднять на ноги. Мы стараемся, мы очень стараемся. Вы знаете, наверное, я в своей жизни, вот, наверное, почему такой вот, такой сплоченный получился коллектив? Я хочу вот сказать о своих сестрах. Вы знаете, и сестры, и врачи, сейчас жарко. Ходить в этих средствах защиты очень тяжело. Несмотря на это, ведь боксированное отделение – это зайди в каждый бокс. Оденься, зайди в каждый бокс. То есть зайди в бокс. Потом на выходе сними этот костюм. Потом одень его еще раз, только другой уже, ну, новый, да? Вот, и так из бокса в бокс они по 10, по 20 раз переодеваются. Это конечно. Но я никогда, ни от одного врача, ни от одной медсестры, никогда не слышала, что мне очень тяжело. Что очень тяжело. Когда кто-то из сестер выпадал, у нас были такие, которые, ну, получалось так, что они заболевали, да? Вот. Они сидели дома и рвались на работу. Как же вы там, а я дома. Как же вы там, а как вы все, как вам тяжело, а я дома. Понимаете, вот эта вот сплоченность, ну, она о многом говорит. Вот. Потому что без сестер, врачей, ничего. Так же, как и я, без своего коллектива никто. Потому что вся работа, это именно работа сложного коллектива. Светлана Ильинична, вы сказали в интервью, что вот за это время, да, выработали, безусловно, свою схему лечения. И смотрели, и пробовали, понимали, много читали, изучали. А у пандемии, конкретно у этой коронавируса, ведь не было четкого шаблона. Не было. Изначально четкого понимания, а как лечить, и что хорошо, и как справиться с этим быстрее. Ведь вакцина еще только-только начинаются испытания, и, безусловно, когда пойдет она, да, ну, пока рано об этом говорить, нет лекарства и нет схемы. То есть нет какого-то вот некого, я еще раз повторюсь, шаблона, чтобы можно было на одного примерить, на второго с небольшими корректировками. То есть вот, ну, абсолютно пришлось руками, да, вот, по наитию. По наитию. Мы когда назначали препарат, это вот был первый наш больной, он был очень тяжелый, как я уже говорила. Потом мы брали нашу историю по лечению этого больного в Министерстве здравоохранения. Может быть, мы явились каким-то, скажем так, ну, толчком, что ли, для каких-то, то есть наша схема, для каких-то рекомендаций. Вот. Я не знаю, честно говоря. Но, судя по тому, какие временные рекомендации, то, что мы назначали, одни из первых, я считаю, что мы тоже внесли какую-то свою лепту для назначения этих временных рекомендаций. Мы поняли, что наша схема, она работает и работает до сих пор. Мы это видим, вот, поэтому мы стараемся бороться за каждого больного, чтобы здесь, именно здесь больной получил правильное лечение и выписался с веселой улыбкой на лице. Вы знаете, я очень благодарна нашему главному врачу, Фадиву Андрею Васильевичу, потому что мы были обеспечены полностью всеми препаратами. Мы никогда не слышали, я никогда не слышала, что нет, нет денег, нет. Потому что человеческая жизнь, она бесценна. И, да, лечение дорогостоящее, лечение дорогое. Но мы обеспечены препаратами полностью. Полностью. Благодаря фонду, наверное, да, благодаря Минздраву, благодаря, самое главное, это нашему руководству. Наше руководство, оно очень хорошо нам помогает. Очень хорошо. Андрей Васильевич сюда ходит, делает обходы, смотрит больных. Наш начмед Ткаченко Виктор Валерьевич здесь бесконечно практически в грязной зоне и в чистой зоне. То есть, понимаете, наше руководство нас не оставляет. Мы очень благодарны нашему главе, который нас, Андрей Робич Иванов, Татьяне Викторовне Одинцовой, которые тоже нам помогают. Они устраивают нам акции различные. То есть, на протяжении вот этих двух с половиной месяцев вы и до сих пор, даже больше уже трех месяцев, да, вы чувствуете эту поддержку. Поддержка, да, действительно. Вот, кстати, очень много было сообщений и фраз в соцсетях во время пандемии, когда говорили, ну вот с одной стороны, да, пандемия, безусловно, это плохо, это болезни. Но с другой стороны, может быть, это тот самый момент и тот самый шаг, когда люди действительно повернулись к врачам. Вот то, о чем мы говорили раньше, да, если вот еще буквально, буквально три месяца, четыре месяца назад, там где-то штукатурка, где-то не так одеяло заправлено или что-то не то принесли, то сегодня все посмотрели, что, да, в общем-то, это же все неважно. Да, это такие мелочи. Это так мелочно и так бесценно, ведь самое главное – это здоровье и жизнь пациента. И как раз-таки вот эта жизнь, она зависит напрямую от вот этого конкретного врача. И уже совершенно, я еще раз подчеркну, неважно, в каких стенах, с какой штукатуркой ты находишься, главное, чтобы ты выздоровел. Да, вы знаете, когда я делаю обходы каждый день с врачами, то есть со всеми врачами мы обходим, я сначала обхожу тот корпус, потом этот корпус, мы решаем сразу на обходе, что нужно добавить этому пациенту, что нужно какие-то назначения поменять, то есть это все наглядно, все это решается. И что мне очень приятно, когда пациенты с радостными, такими яркими глазами говорят о том, что спасибо вам, спасибо вам за ваш коллектив, за хорошее отношение персонала, спасибо вам. Вы знаете, вот для меня, как для заведующей отделения, это дорогого стоит, когда пациенты отсюда выпекают с улыбкой, спасибо вам, доктора. Вот это самое главное, по-моему, в нашей профессии. Ну то ради чего вы делаете, ведь это все. Вы знаете, у меня по жизни… И пришли в профессию, ведь все-таки врач – это действительно тот, кто… Это призвание. Это призвание, и это что-то свыше, ведь далеко не каждый может стать врачом, а хорошим врачом тем более. Когда-то моя дочь мне сказала, я хочу быть врачом, когда она училась, я ей говорю, ты должна подумать, потому что если хочешь быть хорошим врачом, то нужно отвечать от всего. Это жить больным и жить работой. И когда она увидела, что в среде ночи, в 4, в 5 утра я могу сорваться, поехать в реанимацию, или все время на телефоне, конечно, она поняла именно ту тяжесть нашей работы, моральной. А еще когда тяжелый, больной, то тут не спишь, не ешь, постоянно мысли, постоянно думаешь, как ему помочь. Вы знаете, у меня в жизни, ну, наверное, мне очень везло. У меня были очень хорошие учителя, очень хорошие. Когда я училась в клинической ординатории, у меня Российская академия послодипломного образования на кафедру инфекционной болезни. У меня доцент кафедры Ирина Петровна Трякина. Это мой был куратор, мой учитель. Вот именно сейчас до сих пор мы с ней поддерживаем отношения. И когда, ну, бывает, что тяжелый больной, а я один на один с ним. И я не знаю, к кому мне обратиться. Вот я один на один. Я звоню ей, и я думаю, что мне нужно назначить ему то-то, вот я бы ему назначила вот это. А сама думаю, я правильно это делаю или неправильно. Потому что на кону жизни. Я звоню ей, и я слышу, когда я все расскажу про этого больного, и я слышу от нее, Светланочка, вы все делаете правильно, действуете. Вы знаете, и я выдыхаю, и все. И у меня вот как будто оковы спали, и я начинаю лечить больного, и больной выписывается. Вот это для врача, это самое главное. Ну, я не знаю, это такой адреналин, что когда твои больные тяжелые, казалось бы, ну, все, и вдруг он начинает выздоравливать. Мне кажется, это самое главное в нашей профессии и в нашей жизни. У меня есть самый замечательный человек в моей жизни. Не только вашей. Да, это человек, которого, по-моему, любят все. Мы с ней на протяжении многих лет знакомы, мы с ней на протяжении многих лет общаемся. Это человек, который никогда не пройдет мимо твоего здоровья, никогда не пройдет мимо твоей проблемы. Это человек, который всегда тебе поможет в любое время дня и суток. Если вот сразу она не может дать ответ, она говорит мне, дайте мне 15-20 минут. Через 15-20 минут проблема эта будет решена. У меня такое ощущение, что для этого человека нет никаких преград, нет никаких проблем для решения каких-то вопросов. Я говорю сейчас об Ольге Александровне Мисикевич. Но все мы прекрасно понимаем, что решение любой проблемы для нее дается непросто. Это и здоровье, это и жизнь, и все остальное. Это мой учитель по жизни. Это мой куратор, это мой учитель, это мой друг. Я всегда на нее смотрела и думала, как может в этой голове, в этой красивой женщине умещаться все. Я только подумаю, а она мне все разложит. А я ей все время говорю, ну вы же не инфекционист. Как вот, ну как, вот как, понимаете. Я ее очень люблю, я ее очень уважаю. И я считаю, что вся больница, у которой она была главным врачом, вся больница ее помнит, любит. И многие к ней обращаются, несмотря на то, что она работает директором фонда. Все по любым проблемам к ней обращаются, и она никогда ни одному человеку не расскажет. Знаете, вот я на нее смотрю, и вот я понимаю, что учиться у нее еще многому надо. А самое главное, это человечность. Я помню, когда она нам говорила, вот представьте, что этот пациент, это ваш родственник. Как бы вы поступили? Ну, наверное, бы не так, правда? И все понимали, что да, действительно. Она говорила тогда нам, нет плохих пациентов, нет бомжей, нет алкоголиков. Нет, это люди. И никто вам вправе не давал решать их судьбу. Это решает только Бог. Понимаете, это настолько вот эти слова, они, ну, в моей голове всегда сидят. Вот, поэтому я своих врачей также учу. Относитесь к пациентам с любовью. Потому что на этом месте можем быть мы все с вами. Вот и представьте себе, если отношение плохое, а вам очень плохо. Как вы будете себя чувствовать? Поэтому мои врачи, они над каждым пациентом трясутся. И, может быть, поэтому у нас идет такой вот процент выздоровления. Светлана Ильинична, ну, буквально несколько дней осталось до Дня медицинского работника. В этом году, мне кажется, это день, ну, вот, прям день года. Но на самом деле так. И вы герои, настоящие герои нашего времени, наших дней. Вы действительно делаете свою работу. И вам кажется, что вы ничего героического не совершаете. Но на самом деле это не так. Как вы возвращаете к жизни людей, вы даете семьям надежды. И это самое главное, чтобы вы пожелали всем своим коллегам, своему коллективу, всем врачам в преддверии этого праздника. Ну, как врач, я желаю, хочу пожелать всем здоровья. Здоровья, долгих лет жизни, долгих лет работы, несмотря ни на возраст. Потому что я вот смотрю на моих ветеранов и думаю, а куда я без них? Вот я иногда злюсь, ругаюсь, там, что-то мне не нравится. А потом я подумаю, я им даже это озвучила. А вот я не представляю, отделение без вас, без вас всех. Потому что они настолько вот ответственные, настолько сострадательные к пациентам, что, окажись, может быть, другие какие-то там врачи, я не хочу говорить, там, плохо или что-то еще. Но здесь уже коллектив уже, ну, как бы, как сказать, ну, единый, что ли. То есть единое целое. Вот. Поэтому я хочу пожелать нашему коллективу процветания, нашей инфекции, работы. Ну, только чтобы не тяжелых такие больных. Хотя тяжелые больные с ними очень интересно. Очень интересно. Это действительно адреналия, когда они выздоравливают. Я хочу пожелать всем семейного счастья. Потому что в этот период очень многие не видели свои семьи. Очень многие. Конечно, они общались по телефону, по радио, по связи. Вот. И, конечно... Но морально это очень тяжело. Морально это очень тяжело. Очень тяжело. Они жили в гостиницах. Постоянно вот эти вот... В глазах тоска. А вот дочь моя, а вот там сын. Вы понимаете? Конечно, я это видела. Но это были необходимые меры были приняты, чтобы не заразить этот страх за своих близких. Чтобы не заразить, не принести эту инфекцию. Как я уже говорила, мы не знаем, как она себя поведет. Поэтому страх за своих близких не давал им так встречаться. Сейчас стало немножко проще. Сейчас уже, да, скажем так, уже и открыты, и карантин вроде бы немножко снят. А тогда было действительно, особенно в первое время, у меня было такое ощущение, что действительно идет война. Вот здесь мы на поле боя. А там просто мирская жизнь. И когда мне задавали там какие-то вопросы, я просто думала, вы же мой, о чем вы? Мы здесь, для нас уже больше ничего не существует. Никакие мирские там какие-то желания или что-то еще. Мы были здесь. Вот, поэтому я хочу пожелать всем счастья, здоровья. Чтобы скорее все это закончилось, чтобы мы вернулись к нормальной жизни. Чтобы мы могли одевать не эти сизы, да, средства индивидуальной защиты, а белые халаты, медицинские костюмы. Чтобы мы с больными, чтобы больные видели наши лица, правда не в масках, но все равно не только наши глаза в этих очках. Вот. Чтобы мы могли именно напрямую общаться. Вот этого нам хочется. И скорее бы, дай Бог, чтобы все это закончилось, и мы вернулись к такой нормальной жизни. Я желаю всем добра. Добра, мира и всего самого хорошего. Спасибо, Светлана Ильинична, за ваш труд, за труд ваших врачей, вашей команды. Безусловно, от лица всего коллектива телеканала «Одинцова» мы тоже поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. И самое главное, желаем вам здоровья. Берегите себя, вы нам очень нужны. Спасибо, спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова